Привет! Сегодня мне захотелось поговорить с вами на тему того, от чего вы больше получаете удовольствие при раскрашивании. От самого процесса, когда вы придумываете цветовую гамму, занимаетесь творчеством, может быть решаете что-то дорисовать на этой картинке, просто перебираете свои художественные материалы в поисках самых подходящих, в поисках интересных цветовых сочетаний, подбираете какие-то цветовые референсы, получаете удовольствие от того, что медитативно штрихуете карандашиками, или же смешиваете краски и экспериментируете, или же вам больше доставляет удовольствие конечный процесс, когда вы радостно заканчиваете вашу работу и констатируете, что ваша книжка пополнилась на еще одну законченную картинку, книжка близится к завершению и получаете удовольствие таким образом от хорошо выполненной работы. Мне бы очень хотелось узнать, как это происходит у вас. Я совсем недавно задумалась над этим вопросом в отношении себя и с удивлением констатировала, что мне все же больше удовольствия доставляет процесс, нежели осознание того, что еще одна работа завершена, и я могу ее где-то выложить, показать и таким образом, может быть, продемонстрировать свое творчество. Я поняла, что для меня это не имеет такого большого значения, и если бы, например, не этот канал, я бы, скорее всего, заканчивала гораздо меньшее количество работ, точно бы выкладывала меньшее количество работ в Инстаграме. Для меня это не так важно совсем, как получить удовольствие, собственно, от творческого процесса. К примеру, иллюстрацию, которую вы сейчас видите на экране, это картинка из раскраски Стартрек, и раскрашивала я ее по Дню космонавтики, 12 апреля, для марафона, который проходил в ВКонтакте, в группе Колоринг. Кстати, если вы не подписаны, я очень приглашаю вас. Группа просто замечательная, там у нас замечательные марафоны, конкурсы, и очень хорошая атмосфера. Я начинала эту иллюстрацию, заранее зная о том, что меня совершенно не тревожит, получится ли у меня какой-то особо креативный, интересный результат, буду ли я на 100% довольна картинкой. Я знала, что кроме неба, я не хочу особо ее доделывать, не хочу тратить время на прорисовку мелких деталей в домах, и в этом пейзаже космической базы. А все, что мне хотелось, это поработать красками, гуашью и акрилом над небом, сделать что-то интересное именно в этой части странички. Гуашь для меня материал все еще новый и непривычный. В отличие от тех, кто заканчивал художественную школу, где, насколько я знаю, гуашь используется очень часто. Я гуашью не рисовала даже в детстве, она мне не очень нравилась, я ее не понимала и не знала, как ее правильно использовать. Она совершенно не использовалась у меня и в школе на уроках рисования, у нас была только акварель или же какие-то поделки. Так что до сих пор гуашь для меня это немного загадочный материал, но я открываю его для себя с большим удовольствием и понимаю, что в нем огромный просто потенциал для наших раскрасок, именно потому, что за счет свойств гуаши, за счет того, насколько она кроющая и матовая, к примеру, на этой иллюстрации видели, что в самом начале неба было все в хорошо прорисованных детальных тучках, но для туч это, к сожалению, минус. Если мы хотим получить красивую иллюстрацию и естественно выглядящие тучи, то черные линии их ограничивающие. Это совсем небольшой плюс. И с помощью гуаши мне удалось от этого избавиться. Поэтому я уже прикидывала, как это ее свойство можно использовать в раскрасках типа Шерлока и других, которых авторы просто переборщили с черными линиями. Мне нравится смешивать гуашь, мне нравится смешивать ее на палитре, пытаться смешивать ее прямо на листе бумаги. И когда изучаешь материал, важно понять, насколько быстро он высыхает, сколько у тебя есть времени для того, чтобы как раз делать эти смеси и наслаивать. Поэтому эту иллюстрацию я заведомо начинала, зная, что мне на конечный результат совершенно не важно. И цель моего раскрашивания это что-то новое выучить. И просто процесс это то, что меня интересовало. Кроме этого, я заметила за собой, что выбор художественных материалов, которыми я буду делать следующую иллюстрацию, очень зависит от моего настроения. У всех у нас бывают дни, когда вроде и хочется заняться любимым хобби, но чувствую, что у тебя небольшой прилив творческой энергии сегодня. Может быть человек уставший, может быть просто день, когда не самый креативный, скажем так. Такие дни я, например, беру инктензы и раскраски Лизи Мэри Каллен. Я точно знаю, что мне очень легко ими раскрашивать. Это очень легкий для меня процесс, всегда повышающий настроение от яркости карандашей. И от того, как я смешиваю их и как они здорово активируются водой, меня почему-то это всегда приводит до сих пор в изумление, насколько яркими они становятся. И я знаю всегда, что я могу не беспокоиться, и результат всегда получится очень неплохой. Иногда меня тянет на эксперименты, и тогда я беру раскраски Ханны Карлсон, когда каждый фон это вызов, когда нужно что-то придумать оригинальное, чего еще не придумали другие колористы до тебя, когда ты пересмотрел уже 10 тысяч работ в Фейсбуке и Инстаграме, и кажется, что все красиво уже создано. Это какой-то своеобразный выход, выход из зоны комфорта. Обычно я люблю использовать Mixed Media, помазать красочками в Ханне Карлсон. И это действительно, наверное, самые творческие процессы. Иногда мне хочется пораскрашивать акварелью, но для этого должна быть определенная обстановка. Когда я начинаю раскрашивать акварелью, мне нужно, чтобы меня никто не прерывал. Я карандашами могу, например, там покрасил 10 минут, отвлекся на полчаса, вернулся, еще какую-то деталь дорисовал. Акварелью же я люблю красить от начала и практически до конца, где-то так 95%. И только в этот момент откладываю работу для того, чтобы потом как-то посмотреть на нее свежим взглядом. Я не люблю маленькими частями раскрашивать акварель. И даже снимаю я видео практически с одного дубля, когда я делаю акварельное раскрашивание. А иногда мне хочется медитативно поштриховать карандашиками, но тоже не беспокоясь о результате. В этом случае я выбираю или Канока Ягузу, или лучше всего Лейлу Тюли с ее цветочным годом. Когда мне на помощь могут прийти референсы с цветами и растениями, мне тоже можно особо не задумываться по поводу цветовых сочетаний и фонов. И я могу просто сосредоточиться на том, как мягко ложатся мои карандашики на бумагу. Штрихуй себе, расслабляйся. Можно подумать о чем-то, даже не относящемся к раскрашиванию. Я это называю практически раскрашивание на автомате. Так что иногда по моим видео и по выбираемым мною картинкам и материалам можно понять, в каком я настроении сейчас. И это довольно весело. Я знаю, что очень многие расстраиваются, если в конце процесса у них не выходит то, что они задумали, если, по их мнению, иллюстрация испорчена. И это действительно может даже на какое-то время отвлечь людей и как-то у них исчезает желание раскрашивать. И в этом случае я всем хочу сказать, что постарайтесь в таком случае подумать о том, что даже отрицательный результат не может быть таким уж полностью провалом. Что-то вы все равно вынесли полезное из этого раскрашивания. Вы видели, что какой-то прием не удался, какое-то цветовое сочетание не самое лучшее и в дальнейшем его лучше не использовать. Какие-то материалы не сочетаются с бумагой в раскраске. Что-то не удалось воплотить и вам, возможно, нужно поискать информацию в книжках или в интернете, что вы не умеете раскрашивать какие-то объекты. Поэтому, если вам не удалось добиться классного результата, которым можно похвастаться, ну или полюбоваться самому, тогда считайте, что это просто был приятный урок и вы, по крайней мере, что-то вынесли. Действительно, великая мудрость, отрицательный результат, тоже результат. Я эту иллюстрацию совершенно расслабленно красила. Узнаю за собой, что нижняя часть совершенно не доработана. Повторюсь, что мне и не хотелось тратить на нее время, потому что после того, как я раскрасила небо, я потеряла интерес к тому, чтобы ее дорабатывать медленно. Поэтому использовала свой любимый прием. Залила акварелью. Хотя бумага в этой раскраске и плотная, но с акварелью очень плохо взаимодействует. Она как-то сразу же пятнами идет. Поэтому я очень рада, что все больше и больше начинаю применять акрил и гуашь. У них не возникает такой проблемы, как у акварели, как с пятнистостью бумаги. Что меня ужасно всегда расстраивает в раскрасках. Детали я дорабатывала карандашами. И для меня важнее было понять, какие карандаши из моего арсенала хорошо ложатся на слой гуаши, чем добиться какого-то особо ахового результата от этой иллюстрации. На удивление, здорово легли здесь поверх гуаши карандаши, которые я считаю карандашами на масляной основе от компании Printworks, шведский мой наборчик 24 цветов. И я очень этому рада, поскольку, когда я пересматривала свои запасы, я вспомнила о том, что карандаши эти хорошие, но мало мной используются. И вот это открытие, сочетание гуаши и этих карандашей поверх очень меня вдохновило на то, чтобы этот набор доставать почаще. Поняла я о себе, что я все-таки однозначно человек-процесс больше, чем человек-результат. И если бы не необходимость регулярно создавать и выкладывать видео, боюсь, что законченных работ было бы у меня гораздо-гораздо меньше. И я оставляла бы незаконченные иллюстрации, как только меня переставал бы увлекать процесс. Могла бы и не доделывать. Это еще один плюс введения канала на YouTube. Мне бы очень хотелось узнать, как с этим обстоит дело у вас, обязательно ли вы доделываете ваши работы и от чего получаете больше удовольствия. И еще мне бы хотелось узнать, интересен ли вот такой формат видео, где я немного болтаю, может быть, отвлечена от того, что происходит на экране, может быть, будут интересны какие-то ответы на вопросы. Я стараюсь экспериментировать и как-то улучшать свой канал. Спасибо вам за внимание. Надеюсь увидеть в комментариях ваши ответы о том, процесс вы или результат в раскрашивании. Удовольствия вам в любом случае от нашего любимого хобби. С вами была Алена. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok